Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем, и сегодня у нас новая серия на проекте Мазинхолиплей, это первый сервисок, все ссылочки, как начать со мной играть, есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной. А для того, чтобы вам было легче начать играть, конечно же, вводите мой промокод, пишите слэш мм, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, этих денег вам хватит, чтобы купить себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом начать играть на данном проекте. Но в этом ролике я хочу затронуть очень интересную тему, а именно это новое будущее обновление, которое выйдет скоро на данном проекте. Оно касается конкретно двух работ, это две самопопулярные работы, профессиональные дальнобойщики и рыбалка. То есть вышли некие спойлеры, некая информация по поводу этих работ. И сегодня я вам это все покажу, мы это обсудим, я выскажу свое мнение. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Я очень хочу увидеть на канале 23 тысячи подписчиков до Нового Года, поэтому, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, я думаю, стоит начать сначала с рыбалки, потому что недавно появился ролик, где показали новый интерфейс, новый функционал, в принципе, рыбалки. И начнем мы с того, что недавно нам показали очень интересное видео, в котором показали полностью новую рыбалку. Я считаю, что это реально круто, было бы неплохо, если бы они еще показали дальнобойщики, возможно, позже они это сделают, но пока что есть ролик только про рыбалку. Итак, дамы и господа, то есть рыбалка полностью поменяется, будет новый интерфейс, будут новые какие-то плюшки, туда-сюда, то есть кроме рыбы, будет еще и мусор. То есть сейчас, до обновления, у нас только рыба есть, и все. То есть вы ловите рыбу, и как бы у вас это все хорошо получается, ничего, никаких проблем нет. А здесь будет новая система, нужно будет также само нажимать, в принципе, клавиши, но немножко по-другому, потому что будет такая, знаете, мини-такая игра, знаете, такая мини-рулетка на рыбалке. И с помощью этой рулетки вы, в принципе, будете ловить рыбу. То есть там ничего сложного как бы нету, просто нужно попадать по правильным картинкам, и нажимать правильные клавиши. То есть сложного реально ничего нету, просто рулеточка крутится, так сказать, вы нажимаете подходящие клавиши, и спокойно ловите себе рыбку. Я не знаю даже, как лучше, как сейчас старая рыбалка, или как новая. Мне кажется, новая рыбалка будет, в принципе, может быть даже полегче, чем старая. Да и, в принципе, это уже выглядит намного лучше и намного современнее. Да и, в принципе, старая рыбалка уже приелась, и хотелось увидеть что-нибудь новенькое. Возможно, даже я, великий дальнобойщик, лютый дальнобойщик, который любит катать рейсы, пойдет на рыбалочку, и все-таки вкачает максимальный скилл. Ну, а теперь поговорим о новых критериях рыбалки, которые будут, и будет, получается, у нас уже 50-й скилл рыбака. То есть сейчас максимальный скилл это 30-й, но спустя 3 года, как бы, они решили, наконец-то, сделать новую удочку, это 4-я, и решили сделать 50 скиллов, а не 30, как это было раньше. Первая удочка у нас будет ловить до 12 килограмм рыбы, вторая удочка до 25 килограмм рыбы, третья удочка до 40 килограмм рыбы, ну и четвертая удочка 50 килограмм. Это, пацаны, без учета Х2, и получается улучшений, апгрейдов. То есть, если у вас, допустим, будет там удачливый, и будет Х2, то вы будете ловить на четвертой удочке не 50 килограмм, а 100 килограмм. То есть, по-прежнему рыбалка будет очень выгодная. Многие пишут в комментариях то, что это очень хреновая типа система, то, что она теперь не будет такая выгодная рыбалка. Многие против этого обновления, я честно не понимаю почему, возможно, я что-нибудь не понимаю, напишите об этом в комментариях. Я как бы не лютый рыбак, я больше дальнобойщик, но до конца для меня ничего не понятно. То есть, как по мне, все равно рыбалка останется очень выгодной и интересной, поэтому я в этом ничего плохого лично для себя не вижу. У многих рыбаков уже там 40-й, 45-й скилл, то есть им там осталось немножко, там буквально месяц посидеть, порыбачить, и у них уже будет 50-й скилл, поэтому я в этом ничего лично плохого не вижу. Ну и, конечно, самое сладенькое для меня, это, конечно же, пацаны дальнобойщики, потому что я постоянно работаю дальнобойщиком, у меня уже давным-давно максимальный скилл дальнобойщика. То есть, разработчики решили не только порадовать рыбаков, но еще, конечно же, порадовать дальнобойщиков, потому что дальнобойщики это тоже очень популярные и хорошие работы на проекте. То есть самая популярная работа это рыбалка и дальнобойщики Здесь больше всего можно заработать денег и здесь все в принципе работают Это очень прибыльные работы, которые пользуются хорошим спросом Поэтому именно здесь все работают Да и в принципе работы реально очень классные То есть у меня максимальный скилл дальнобойщика на данный момент это 100 Но пацаны, в будущем обновлении, которое выйдет совсем скоро Можно будет пацаны вкачать 120 скилл дальнобойщика И в будущем, как они написали, возможно они сделают еще больше скилл То есть пока что они сделают 120, возможно в будущем сделают уже 150 скилл дальнобойщика Это будет реально очень круто, потому что пацаны, я реально ядлый просто дальнобойщик Я постоянно работаю, я на личной фуре накатал пацаны 300 тысяч километров, чтобы вы понимали Вот мой магнум, я на нем накатал уже 333 тысячи километров То есть я реально очень часто работаю дальнобойщиком и мне это очень сильно нравится И там новость, то что можно будет дальше качать скилл, меня может не радовать пацаны Потому что я этого хотел уже реально очень давно и наконец-то они это сделают Было бы круто конечно, если бы они уже сделали там 150 скилл, но 120 пацаны это тоже будет очень даже хорошо Возможно когда выйдет обновление, они добавят еще какие-то новые рейсы Допустим там 101 скилла, 105, 115, 135 скилла То есть об этом еще неизвестно Но я надеюсь, что они сделают все грамотно и реально можно будет качать скилл И тем самым еще брать новые интересные рейсы, за которые будут платить хорошие деньги То есть если мы посмотрим сейчас, вот допустим Сэждальна, я не знаю где там можно найти вот эти замечательные просто рейсы Вот допустим 110 скилл пацаны, 53 тысячи Ну согласитесь, что это очень круто То есть 110 скилл берешь и тебе с Леткарен до порта платят 53 тысячи Их как бы немного, они редко появляются Вот допустим 150 скилл пацаны, ферма Леткарена 150 скилл 64 тысячи А если еще и премию получить, то это выйдет 1080-90 То есть реально пацаны, очень хочется тоже возить вот такие вот крутые рейсы и зарабатывать хорошие деньги Понятное дело, то что вкачать скилл не так уж и легко Я честно не помню сколько на 100 скилл надо рейсов сделать, примерно 200 рейсов Понятное дело, то что вкачать допустим 120 скилл это будет нелегко пацаны Это будет очень нелегко, то есть нужно будет с 100 до 120 скилла сделать примерно там 2000 рейсов Это не точно информация, но то есть реально нужно будет хорошо поработать Я готов как бы на это, то есть реально когда выйдет обнова, я максимально буду стараться качать 120 скилл для бойчика То есть реально я буду катать, 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 пахать То есть я очень хочу как бы вкачать этот скилл Потому что как бы да, у меня 100 скилл для бойчика, я зарабатываю тоже неплохие деньги Я как бы не жалуюсь, то есть на 100 скиле тоже можно зарабатывать хорошие деньги 700 тысяч в час, то есть это реально хорошо Это реально очень выгодно, поэтому я как бы не жалуюсь Но, пацаны, нужна ещё какая-то дополнительная мотивация, кроме денег. А для меня мотивация это скилл качать. Мне кажется, в том, что они добавят новый скилл, есть очень большие плюсы, потому что на проекте уже много просто дальнобойщиков, которые вкачали 103 скилл, и у них пропал интерес к дальнобойщикам. А вот когда уберут ограничения по скиллу, хотя бы до 120-го, мне кажется, старые дальнобойщики, старые именно игроки, которые всегда катали рейсы, они, возможно, вернутся на проект и будут заново катать дальнобойщиков. Дальнобойщики были ещё до рыбалки, чтобы вы понимали. Реально, дальнобойщики такая, знаете, старая, такая культовая, самая такая атмосферная работа, которая есть на Мазинге, и здесь просто работали и будут работать все, потому что это реально самая такая пиздатая работа. На дальнобойщиках тоже есть свои нюансы, допустим, вы можете ехать, у вас там может крашнуть, вы потеряете рейс, то есть потеряете деньги, вас могут расстрелять, убить, подрезать там и так далее. То есть на дальнобойщиках есть много своих нюансов, с которыми вы будете сталкиваться. А на рыбалке ты пришел, сел, сидишь, рыбачишь и все. Там единственный нюанс это то, что у вас будет заканчиваться рыба. Вот и все. И то каждый Payday она обновляется, поэтому в этом тоже ничего плохого нету. Тем более на рыбалке есть очень много точек, на которых можете ловить рыбу. Это иерзамас, ибатырева, и получается рублевка южного, и в принципе на лодке можно рыбачить. То есть реально мест очень много и рыбы хватит всем. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте вводить по промокод, все ссылочки есть в описании. Всем пока-пока.